МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абсолютно всех родителей без исключения. А именно речь пойдет о простудных заболеваниях. Консультировать по всем вопросам сегодня у нас будет главный врач детского стационара «Здоровый малыш», доцент кафедры педиатрии Дагестанской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук Амарова Заяра Магомедовна. Заяра Магомедовна, здравствуйте. Как уже было ранее сказано, сегодня мы хотим особое внимание уделить простудным заболеваниям. Зачастую всех мам без исключения волнует вопрос, почему же их ребенок так часто болеет этим видом заболеваний. Вот ответьте, пожалуйста, нам на этот вопрос. Действительно, частые простудные заболевания среди детей это очень актуальная проблема в Дагестане. Многие мамы жалуются, что их дети часто болеют. У кого-то ребенок болеет с рождения, но в большинстве своем они отмечают, что именно тот возраст, когда они начинают посещать садики малышей с 2-3-4-летнего возраста, у них начинают часто проявлять какие-то простудные заболевания. В виде кашель, насморк длительный причем, в виде часто температуры. Как некоторые мамы говорят, 2 дня он уходит в садик, в неделю он дома болеет. В чем же причина? Ну, если это связано с садиком, то, конечно, виновата та мама, которая отправила больного ребенка в садик. Ребенок, который температурит, у которого кашель, насморк, должен находиться дома, он должен в теплой постели, рядом должна быть его любимая мама или бабушка, и он должен получать лекарственные препараты или какие-то назначения доктором. Но ни в коем случае он не должен посещать детский садик, школу, какие-то развлекательные центры или ходить на прогулки. Даже мы, взрослые, когда болеем, мы все-таки хотим дома полежать, да, спаться совершенно правильно. Поэтому ребенка больного надо изолировать. Но, к сожалению, наши мамы отправляют таких детей в садик. Поэтому я пользуюсь случаем, хочу попросить, дорогие мамы, больного ребенка, пожалуйста, держите дом. Потому что он может зародить всех остальных. Да и ему самому, каково будет больному сидеть в садике. Ради него же не будут всю группу держать в помещении. Все должны ходить на прогулки. У них в садике своя программа. Если же говорить о детях, которые, несмотря на то, что они, допустим, соблюдают все рекомендации доктора, кто-то уже, может, даже уже и садик перестал посещать, но дети все равно часто болеют, тогда надо искать какую-то причину. Ученые утверждают, что вот эта проблема у детей, как правило, обусловлена двумя основными причинами. Первая причина – это наличие вирусной инфекции у ребенка. Это, как правило, это вирусы семейства герпетических, цитомегаловирус, герпес, вирус Эпштейнбара. Также большое внимание сейчас уделяется таким возбудителям, как микоплазма и хламинги. Дети могут зародиться ими воздушно-капельным путем. Многие о них уже слышали и называют их в народе часто внутриутробными инфекциями. Дело в том, что ими может зародиться ребенок не только во время беременности внутриутробно, но и даже взрослые, может, в любом возрасте, дети, взрослые, в любом возрасте воздушно-капельным путем. Вторая причина – это аллергия. Нередко мамы обращаются к врачам с вопросом, почему мой ребенок часто болеет. У него часто кашель. Иногда кашель бывает какой-то преимущественно, например, по ночам или под утро. У него часто заложен нос, он часто чихает. Здесь уже речь идет об аллергии. Нередко бывает достаточно сложно выяснить, на что конкретно у ребенка аллергия. Поэтому, дорогие мамы, если у вас дома сырость на стенах, то есть плесень или запах сырости, обязательно избавьтесь от нее. Плесневой грибок может быть причиной длительного кашля у вашего ребенка. Далее, аллергия может отмечаться на бытовую химию. Поэтому, если вы стираете белье, старайтесь пользоваться гипоаллергенными умывающими средствами и не использовать кондиционеры и другие ароматизаторы и так далее. То есть меньше химии. Аллергия может быть на парфюмерию, поэтому перед детьми не надо пользоваться различными дезидорантами, ароматизаторами и так далее. У ребенка может на это быть аллергическая реакция в виде кашля. Дома не стоит заводить домашних животных. У ребенка может быть аллергия на шерсть кошки или собачки. Старайтесь не разводить в большом количестве домашние комнатные растения. Аллергия может быть не только в помещении на что-то у ребенка, она может быть и на продукты питания. В России считается, что продуктом аллергеном на первом месте являются молоко и молочные продукты. Между прочим, в целителе проводится такое исследование, как анализ крови на иммуноглобулин Е специфически. У нас есть пищевая панель, есть респираторная панель и педиатрическая панель. Благодаря этим панелям вы можете выяснить, на какие продукты питания у вашего ребенка отмечают аллергические реакции. Или может быть на шерсть животного или плесневой грибок, который может у вас в помещении, в ванных комнатах нередко бывает. То есть мы можем уточнить идеологию частых простудов вашего ребенка. Расскажите тогда нам, пожалуйста, о причинах возникновения данных заболеваний. Когда ребенок был одет не по погоде, в прохладный день его вывели на улицу на прогулку, например, недостаточно тепло одетым. Или, к примеру, некоторая мама старается перегревать своего ребенка, он, естественно, потеет и еще быстрее переохлаждается. Если у вас дома недостаточно тепло, он длительное время, допустим, на прогулке мог замерзнуть, а погода была, допустим, ветреная, дождливая, естественно, ребенок мог переохладиться. То есть другие факторы? Да, другие факторы. Но чаще всего вот эти именно две вирусные инфекции и аллергия могут быть причинами частых постудных заболеваний. Вот вы сказали уже ранее, что чихание, насморк, то есть первый признак появляется. Как поступать в этих случаях родителям? Что им делать в первую очередь? Знаете, в первую очередь надо все-таки обратиться к врачу, потому что нередко само лечение может плохо закончиться. Если же... Многие мамы, кстати, когда обращаются, они говорят, у меня такое ощущение, что у ребенка аллергический кашель. Что делать в этой ситуации? Естественно, исключить из рациона продукты, которые могут вызывать аллергию. Те же молочные продукты. Да, молочные продукты, да. А в первую очередь это, конечно, цитрусовые, это тропические фрукты, овощи, это сладости, чипсы, жвачки, газированные напитки. То есть те продукты, которые ребенку абсолютно не нужны. Но то, что так любимое, на самом деле. Но, кстати, знаете, многие мамы говорят, ой, а как я его без конфета ставлю? Так если он не будет знать вкус конфета, откуда он знает, что они такие вкусные? Не надо было их давать. Так что, кстати, дети, которые мало употребляют конфет, у них и зубы бывают крепче, и аппетит бывает гораздо лучше. Конечно, если он целый день кушал конфета, он захочет потом есть суп или кашу. Вот зачастую встречаются случаи, когда дети очень часто болеют ангинами. Вот после чего это происходит? В Дагестане, особенно в прибрежной зоне, нередко встречается такая патология, как часто повторяющаяся ангина у детей. Эти дети часто получают совершенно необоснованную антибактериальную терапию, антибиотики. Естественно, многих из них уже дисбактериозы, кандидозы кишечника. И мама отмечает, что несмотря на то, что ребенок получает антибиотики, эффекта они не замечают. Как часто ангина повторяется? Раз в месяц, раз в два месяца. Естественно, это ненормально. В России этот синдром называется синдромом маршалов. Это заболевание, которое характеризуется часто повторяющейся ангиной. Раз в месяц, раз в два месяца. Выраженной интоксикацией, болями в горле, увеличенными миндалинами, гнойным налетом на них и увеличенными лимфоузлами. За рубежом этот синдром называется синдромом ПФАПа. Достаточно известное заболевание. И лечить его надо приемом, однократным приемом преднизолона. Когда многие мамы впервые слышат про преднизолон, они, конечно, немножко будет шокированы. Потому что преднизолон – это гормон, но на самом деле ничего страшного не произойдет. Однократный прием преднизолона облегчает достаточно быстро состояние ребенка и на следующий день ребенок прекрасно себя чувствует. То есть все симптомы заболевания ангина, они исчезают полностью. Но, к сожалению, это не гарантия, что в следующем месяце ребенок повторно не заболеет ангином. Если ваш ребенок, к сожалению, несмотря на санацию миндалин, улор врача, несмотря на закаливание и другие процедуры, все равно продолжая часто болеть ангинами более 5-6 раз в году, лучше их удалить. Потому что часто повторяющийся ангин, почему врачи боятся ангина? Они боятся осложнений в виде поражения сердца ревматизма или поражения почек гламирового нефрита. То есть осложнение тяжелое? Да, осложнение очень тяжелое бывает, да. Поэтому ангина – это достаточно серьезное заболевание. А вот помимо лекарственных препаратов, какими способами еще можно лечить этот синдром Маршала? Синдром Маршала только при миндалин. А радикальный метод лечения – это удаление миндалин. Но многие мамы просят меня, а можно ли как-то без лекарств поднять иммунитет ребенку? Или, к примеру, назначите, пожалуйста, какой-то иммуностимулирующий или иммуномодулирующий препарат для того, чтобы ребенок перестал так часто болеть. На самом деле, как я уже говорила, необходимо выяснить причину. Если у нас выяснилось, что ребенок болеет, так как у него есть инфекция в организме, надо лечить инфекцию. Как правило, герпетическую инфекцию лечит инфекционист. Если же у ребенка синдром Маршала, то мы проводим однократную преднизолнительную терапию. Если у ребенка выяснилась аллергия, то здесь надо исключить контакт ребенка с аллергеном. И ребенок, естественно, перестанет болеть. Насчет немедикаментозных способов, это, конечно, закаливание. В первую очередь, это закаливание. Закаливать ребенка можно с момента того, как его принесли, допустим, из роддома домой. Закаливать можно воздухом, солнцем, водой. Менять климат. Это обязательное условие. Если ребенок, проживая в сыром климате, часто болеет, обязательно возить его в горы. Благо, в Дагестане очень много красивых мест. Вы можете с семьей отдохнуть летом в горах Униба, Чарадинского района, к примеру, или в других районах, или же поехать в Кисловодск. То есть пребывание ребенка в санаторно-курортной зоне обеспечит ему хороший иммунитет. В следующем году ребенок будет или редко болеть, или, может быть, вообще перестанет болеть. Это отмечает все мамы. Какое же обследование необходимо проводить в данных случаях? Детям, которые часто болеют, обязательно необходимо начать обследование с общего анализа крови, мочи и кала. Эти анализы дают очень много информации врачу. Следующие исследования – это анализ крови на торч-инфекции. Те самые, о которых я говорила, цитомигаловирус, герпес, вирус Эпштейнбара, мекоплазма, хламиндия. Кстати, в поликлиниках «Целитель» можно провести эти исследования на высоком уровне. У нас многие пациенты, которые обследовались в ведущих научных центрах города Москвы, Петербурга и других российских центров, они отмечали, что результаты наших анализов совпадали с их результатами. Поэтому они повторно к нам уже приходят и доверяют нашим анализам. Если говорить о часто встречающихся ангинах, обязательно надо мазок из зева и носоглотки брать, на флору и чувствительность к антибиотикам. Вы являетесь главным врачом детского центра «Здоровый малыш». Хотелось бы немного узнать, как Вы пришли в этот путь, почему Вы выбрали именно медицину, именно педиатрию? Я выросла в семье врачей, у меня папа был заведующий кафедрой, профессор. Мама педиатр, она 40 лет преподавала в медучилище в Махачкале, поэтому с детства я, честно говоря, не представляла себя в другой специальности. У нас много в семье врачей. Мне всегда это очень нравилось, и именно работа с детками. Это очень благодарные пациенты, они достаточно при правильно назначенной терапии, они достаточно быстро поправляются, и улыбка ребенка может, конечно, подкупить любого человека, тем более женщину. Вот в данный момент, расскажите нам, пожалуйста, где Вы осуществляете свой прием и как попасть к Вам на запись? Так как численность населения города Махачкалы очень быстро растет, деток у нас очень много, появилась такая необходимость, и руководство лечебно-диагностического объединения «Целитель» пришло к выводу, что есть необходимость открыть новый детский стационар, руководителем которого я являюсь. У нас комфортные условия пребывания для детей и родителей, у нас замечательное питание дети получают, и естественное лечение мы используем в современные лекарственные препараты. Кстати, я хочу особо отметить, что здоровый малыш работает в системе обязательного медицинского страхования, поэтому Вы можете со своими детками госпитализироваться в нашу клинику совершенно бесплатно. Для этого нужно взять направление в Вашей участковой поликлинике. Если Ваш участковый педиатр выпишет Вам направление, то Вы можете прийти, и мы Вас укладываем. То есть при этом необходимо иметь наличие всех анализов, обследований? Да. Вот, к примеру, если у ребенка, если ребенка у участкового педиатра ставит диагноз пневмония, естественно, у него должна быть наука у матери анализ крови, мочекала и рентгеновский снимок. И направление, да. Но так как мы работаем в системе обязательного медицинского страхования, естественно, необходим страховой полюс. Лечение, еще раз повторяю, проводится совершенно бесплатно. Те, кто у нас уже получил лечение, остались очень довольны. Заря Магдановна, расскажите, пожалуйста, какие обследования проводятся у Вас в стационаре, и какие специалисты ведут приемы? В нашем стационаре проводятся различные лабораторные исследования. Общеклинические, биохимические анализы, можно сдать кровь и выяснить наличие онкомаркеров. Вирусологические исследования, аллергодиагностика проводится. Можно провести УЗИ-диагностику с помощью оборудования экспертного класса. В нашем стационаре принимают очень опытные врачи, которые долгое время работали именно с детьми. Это невропатолог, ортопед, физиотерапевт, педиатры, лороврачи, кардиолог. Заря Магдановна, скажите, пожалуйста, вот столкнулась наша мама с респираторным заболеванием, и как ей поступать? Какую первую помощь ей оказывать своему малышу? Если ребенок старшего возраста, она его может просто дома выпаивать. Давайте ему, допустим, кураговый компот или яблочный компот. Но старайтесь молоко с медом. Малину не давать ребенку, потому что оно может вызвать аллергическую реакцию малыша. Можно дать аскорбиновую кислоту. Некоторые мамы пользуются такими специальностями, как, допустим, дизайнерская звездочка или доктор Мом. Кстати, между прочим, очень даже неплохо помогают эфирные масла. Но если у вашего ребенка кашель, температура, длительный насмор, обязательно опять-таки обратитесь, пожалуйста, к врачу. И он уже по состоянию ребенка даст вам дельные рекомендации, назначить, скорее всего, какие-то противовирусные препараты или, может быть, уже необходимость в антибиотиках. Ну, на всех, конечно, максимально стараться обходиться без антибактериальных препаратов для того, чтобы ребенка выработал свой иммунитет. Но если ребенок 3 дня и более высоко лихорадит, то, конечно, без антибиотиков уже не обойдешься. Нередко помогают внутривенные капельные вливания. Но здесь, опять-таки, это только доктор может решать, нужно ли они ребенку или нет. Ваше пожелание нашим телезрителям, нашим мамам, которые сейчас вас смотрят? Я хочу пожелать вам и вашим детям крепкого здоровья. А для этого побольше уделяйте внимание своим детям. Чаще с ними разговаривайте, чаще с ними гуляйте на свежем воздухе. Используйте свой отпуск для того, чтобы оздоравливать своего малыша. Как я уже отмечала ранее, отправляйтесь, пожалуйста, в санаторно-курортную зону. Это не только поднимет иммунитет вашему ребенку, но и объединит вашу семью. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам на передачу. Напомню нашим телезрителям, что в гостях у нас была врач детского стационара «Здоровый малыш» Амарова Зайера Магомедовна. И прием осуществляется по адресу Чехова, 50, в городе Мухачкале. Смотрите передачу «Здоровье». Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете их присылать на наш адрес в интернете www.kaspidefistov.ru Спасибо за внимание и до скорых встреч. Не смейте. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова